Привет, молодые люди! Меня зовут Эрик Шоков, и сегодня я пообщался с теми людьми, которые стали победителями конкурса от Valve. Он назывался Dreamers and Nightmares, и суть его заключалась в том, что надо было нарисовать самые лучшие скины, по мнению Valve. Все эти скины, которые я вам сейчас покажу, будут в следующем кейсе в CSGO, а авторы лучших получают по 100 тысяч долларов каждый. Это 7,5 миллионов рублей. Сумма неадекватно большая. Призовый фонд этого конкурса 1,7 миллиона долларов. Если что, мажор 2 миллиона. Задумайтесь, лучше рисовать или играть? А сейчас я вам покажу те скины, которые будут в следующем кейсе. А вот победители в 17 человек, и я бы этот ролик бы не снимал, если бы из них не было бы 9 человек из СНГ. Казахстан, Украина, Россия. Это просто нечто. Это просто нечто, сейчас мы обо всех поговорим, и я вам покажу все эти скины. Так, у нас будет красненький калаш, это европейский челик. Идем дальше, это MP9, Starlight, красивенький на самом-то деле, приятно выглядит. Это тоже европейский человек. Ниран, тоже европеец, MP7 Фиру нарисовал. Мне вообще это не нравится, как-то не очень. Это у нас дуалбереты, киевский пацан, с которым я знаком с 2015 года. Он взял два арбузика и нацепил на дуалбереты. А почему бы и нет? Максим, 22 года, живу в Киеве, Украина. Получается победитель вот этого конкурса. Очень была интересная ситуация. Мы с тобой знакомы с 2015 года. Был такой ютубер Fipro, Майнкрафтер, в 2013 или 2014 году мы снимали вроде вместе ролики. И ты занимался организацией турниров в CSGO, NCB Tournament. Я принимал участие, еще я не был ютубером, и он становится победителем. То есть наша переписка была, чел, ты меня помнишь или нет? Очень-очень сильное совпадение. Следующий идет опять европейский. Вот такой вот FAMOS. Вроде и нормально, вроде и нет. Мне не нравится. Это вообще что-то странное на самом-то деле. Это какой-то мем. Это тоже европеец. Это у нас уже СНГ-человек. Он оформил уже более-менее. Вот так вот выглядит получается этот бизон. Мы сегодня с ним не пообщаемся. Мы не смогли найти время для разговора, поэтому говорю заранее. USP, господи, это самое красивое, что в этом есть кейсе, мне кажется. Очень выглядит солидно из-за черно-белого раскраса. Симпатично очень. Русский чел. Мы сегодня с ним не пообщаемся, потому что он не хочет по некоторым причинам. Это у нас получается человек из России. Получается, ты уже ютубер, и у тебя немало количества подписчиков. Расскажи, пожалуйста, про канал, почему ты им стал меньше заниматься, и чуть-чуть про себя из какого-то города, сколько тебе лет, и как тебя зовут? Ну, меня зовут Евгений, ник Окейш. Ну, мне 27 лет. Каналом начал заниматься, когда мне было 25. Всю жизнь, как бы, рисую мульты. Это Драбаш, который разукрашен стилем, который любит Valve. Он пошел по козырям. Сегодня мы с ним пообщаемся. И не только пообщаемся, он сделает скин для нас, для Сайбершока. Дальше у нас идет Мадара. Мы сегодня с ним пообщаемся. Это Эмка. Так, меня зовут Оливер. Я из Москвы. Ну, теперь почти в Москве. Мы там временно переехали в другое место. Мне 33 года, вот. Скинами занимаюсь, получается, 8 месяцев. 8 месяцев. Это твой первый акцент? Ну, да, да. Очень интересная, такая прям страшная. Я думаю, что она отличается от многих скинов. И многим она все-таки зайдет. Это у нас, опять же, СНГ, ребята. Это Казахстан. Я Эльдар из Кирова. Я художник. И тату-мастер. Я Искандер из Казахстана, город Тарас. Я обычный фрилансер. А вы как знакомы? Мне написал, говорит, давай скины будем делать в июне. Или в июле, да, ты мне написал. И говорит, ну все, давай. Я вот видел. Вот, все, теперь мы начали делать скины. Второй скин я нарисовал. Его вот приняли, получается. Нарисован таким вот интересным образом. Хорошо оформлено, хорошо показано. Мне нравится. Красавчики, парни. Так, это у нас, опять же, ребята из СНГ. Меня зовут Владислав. Мне 29. Немало. Как же они красиво все показывают, господи. Идем дальше. Это опять русские. В целом, вот так вот Максим. Я думаю, они сами знали наперед, что они рисуют оружие не самое яркое, чтобы попасть в определенную редкость. П-2000 это, конечно, мем. Но оно будет широпом. И я думаю, на это и шел счет. Это у нас, опять же, европеец. И смотрите, как они оформляют посты свои. Ну, не знаю, как-то очень слабо, да? У нас, конечно, ребята больше стараются в этом плане. Мак-10 Пиксис. Это у нас ребята из Украины. Ситуация такая, что мы не будем показывать лица, потому что... Бэт, потому что... Потому что я боюсь за свою жизнь. Вот. Такие ответы меня заставляют спросить. Из какого ты города, Бэт? Ну, давай так. Я из Киева. Если так можно сказать. Я обобщил всю Украину. Я из Киева. Меня зовут Бэт или Бэт 3D. Я занимаюсь 3D-моделированием, текстурированием, рисованием иллюстрацией. И, конечно же, делаю скины для игр в мастерской Steam. Вы знакомы были до этого конкурса? Я работал мультипликатором в детской школе. Вот. И мы делали мультики. И у меня там со мной вместе работал еще один парень. Назовем его Даниил, допустим. Вот. И я спросил у Дани. Говорю, Даня, ты умеешь рисовать? Он говорит, нет, я не умею, но у меня есть хорошая подруга, которая умеет рисовать. Вот. Я такой, блин, интересно, покажи, что она умеет. Он написал Катмаген. Он в целом обрисовал ситуацию, сказал, что вот, может написать такой-то человек. Я такая, а, окей, интересно, прикольно, а какие подробности? Он говорит, ну, типа, вы уже сами там разберетесь, чтобы не было испорченного телефона. Вот. И потом мне Бет пишет и такой, здрасте, заказы берете? А я сразу такой, заказы берете? То есть я не рассказывал о том, что там есть какие-то там вдоль можно войти. Я просто сначала думал, как бы я буду делать заказ, но я не был уверен насчет того, что авторские права. То есть мне нужно было быть уверенным в авторских правах. Очень интересные ребята. Мы с ними общались после интервью еще минут сорок. Классно выглядит из-за того, что эти глаза пришельцев всегда остаются в HD качестве. И вот они за вами всегда следят. Красота. Легендарная. Просто красавчики. Как же они оформляют? Посмотрите, ну, это просто нечто. Просто нечто. Ребята стараются. И получается еще один европеец. Ну, вот так вот выглядит. В целом, интересно. Вы видели все скины. Ну, а сейчас мы поговорим с людьми, которые это все нарисовали. Шесть человек. Давайте приступать. Посмотрим, как они себя сейчас чувствуют. Они заработали за один день 100 тысяч гребанных долларов. Пожалуйста, давайте наберем 20 тысяч лайков за такой вот оперативный и интересный ролик. Он и соберет, а и мало. Но зато такой качественный контент. Мне это нравится. Это историческое дерьмо. Погнали. А если что, это сайт CS Fail. Здесь можно играть в колесе. Выбирать 4 коэффициента. Либо в джекпоте, где победитель всего один. Я поставлю сейчас на джекпоте. Либо краш, где ты должен поставить ставку. Я не ставил вроде. Да, я поставлю сейчас. И ты можешь выбить скин, если ты отказаешь с коэффициентом. К примеру, 1.38. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично, я заработал первые деньги. Следующий режим джекпот я кручу. Да, я здесь выиграл. Шикарно. Сейчас мы получили 96 долларов. Очень было быстро. И закончить красиво этот ролик нужно победой на коэффициенте X2 18 долларов. Полетело. Совсем скоро, кстати, я буду ставить скин этих людей, которым мы знакомы. Так, ее просто очень печально получилось. Мы проиграли. Давайте я попробую сделать вот так. Не судите строго. Так делать нельзя. Ох, красота. Красота. Ссылка на кайсфол есть в описании. На промокод также. В описании указано, что он дает. А мы идем дальше. Какие были ваши эмоции после победы? Как это было? Ждал результаты. Потом уже надоело ждать. Лег спать. Почти уже начал заспать. И мне уведомление приходит. Уведомление о том, что вот вы стали победителем конкурса. Вот я сразу набрал Эльдару, чтобы свериться, что ему тоже сообщение пришло. И потом такой шок был. Я сижу уже все спать собираюсь. Время полвторого. И я смотрю, мне в телеграме, а в инстаграме приходит. Где-то еще приходит, где-то еще уведомление пришло. И потом звонок. Я думаю, час ночи. Он, видимо, решил мне напомнить, что пора делать новую партию скинов. Я думаю, самое время. Ну, вдруг он, чувак, я не могу поверить. Давай на почту захоти. Пришло тебе? Нет. Я захожу не на ту почту. Я думаю, не, мне ничего не пришло. Потом, понимая, так, на другую почту идти. Захожу. Пришло. И он такие, Стим, блин, что делать-то? Чему радоваться? Приняли скин? Или то, что бабки упадут? Блин, непонятно. Ай-яй-яй, да. Сижу, играю в Стражи Галактики. Купил, думаю, класс, сейчас пройду. У меня рядом девушка сидит, смотрит. И мне пишет Крайзер, то поздравляю с Ацептом. Я такой, чего? Что? Такой, пока свернул, там же тяжелая игра, все, сворачиваю. Смотрю, да, на почту приходят, что вот я победил. Эмоции, наверное, больше у моей девушки было. Она прям радовалась, кричала. Я больше такой, что да, это круто, но не прям, знаешь, там не было прям таких вау-вау-вау. Но это классно, это классно. Сейчас у вас на экране скриншот, некоторые начали подозревать эту работу в плагиате, но эта иллюстрация была создана дизайнерами, художниками, получается, победителя. Так что все в порядке, все под контролем. Некоторые начали переживать и некоторые начали писать, что о, это следующий Гриффин, следующий вой. Как я узнал? Да, да, да. Я сидел, обновлял блог Counter-Strike, лежал с девушкой, смотрел фильм. Мне пришло сообщение от Вальва. Я смотрю на телефон, не понимаю. Думаю, я показываю ей, говорю, смотри, мне пришло от Вальва. Я говорю, меня разводят или нет? Потому что много парней там знают, кто с кем делает. Такой, нет, серьезно читаю там, серьезная информация. Такой, думаю, все задрожало, короче, я такой, давай проверять. И нету никакого анонса. Я думаю, что за развод? Через полчаса анонс, все пишут Грац, всякие-то люди из конференции. Я такой, что, что, проверяю, вскочил с кровати, включил компьютер и проверяю. Дрожит все, эйфория, дико. Ну, как-то так. Многие победители не смогли заснуть сегодня. Ты поспал? Я поспал 4 часа, поэтому, возможно, выгляжу не очень сейчас. И все шикарно. Сначала я не мог поверить, потом, когда пришло осознание, для меня самой приятной мыслью оказалось то, что с моим скином будут бегать люди, и я буду заходить в многомиллионную игру и видеть его. И я такой всем сразу пишу, такой, пацаны, я только что эйфорию словил. Вот. Ну, конечно же, деньги немаловажную роль играют. По ощущениям, вот сейчас, как бы, чтоб ты понимал, что я испытываю после того, как я победил, ну, типа, вот, встанем призовое место, это примерно то же самое, что я испытывал в пятнадцатом году, когда я увидел, как мой мульт разлетается просто по всем пабликам ВКонтакте. Вот, примерно таки вы же. Такая же эйфория. А вот его работа. Дозе! Слушаю. Дозе, если ты не прекратишь лагать, спать на каждом шагу, мы подумаем над тем, чтобы заменить кое-кого в нашей команде. Ха, Сильвилл, давай удачи, братан! Какие были эмоции? Какие были первые мысли, когда ты увидел сообщение от Valve? Как это было? Ты увидел сначала сообщение или уже в новости? Я спал. Ай-яй-яй. Я просто спал. У нас, типа, есть конфа воркшоперов, которые мы уже просто неделю наверное сидели, просто непонятно было, когда Valve одобрят. И вот в два часа я просыпаюсь от звонка, вот, беру просто звонит чувак из конфы воркшоперов. Причем у меня нету, типа, в друзьях, он просто, как ну, из нашей конфы. Я уже начинаю что-то подозревать, просто я сбрасываю, у меня там 50-то уведомлений. Короче, там от моей девушки, у меня девушка звонила 30 минут назад, а я не слышал, то есть я проснулся от звонка просто левого чела. Вот, ну и все, включаю комп, смотрю, просто куча месседжей, везде все пишут, везде все поздравляют. Мы недавно залетели со стикером, у нас взяли стикер, это киберроманов. И вот мы залетели со стикером. Его мы делали в коллабе с еще одной художницей. То есть мы не делали одну, типа, один стикер, мы делали стикер капсулу. Мы думали, что возьмут целую капсулу, да. И как? Мы взяли один стикер из капсулы. Взяли один стикер, но мы поняли, что Valve нравится, конкретно вот кибер тема, кибер движуха. Слушай, классно, очень классно. Расскажите ваши эмоции, как вы узнали про победу? Как это было? Ты не поверишь? Я играл на сервере Cybershock с другом. Ну это да, это выглядит, знаешь, типа, блин. Это как рекламная интеграция. Да, да, но нет, на самом деле мы с другом сидели, играли в Prop Hunt. Я знаю еще о некоторых скинмейкерах, которые играют на серверах Cybershock. Это не секрет. И мне пришло то самое письмо. Было очень странно, так как, когда Valve обычно принимает работы, то приходит сообщение от Valve Corporation. То есть написано Valve и Congratulation. А тут пришло письмо от человека с именем и фамилией. То есть не было написано Valve. Это было странно, потому что первая эмоция, знаешь, как было, будто, привет, ты там победил, скинь там свои четыре последние цифры карты, и сзади еще три продиктуй. Ну то есть было страшно, потому что ты не понимал, что это. А потом уже начали писать люди еще с такими же сообщениями. То есть и мне написали, и мне написали, посыпалось, и тогда я чувствовал радость в перемешку с непониманием. То есть оставалось какое-то непонимание, что произошло. Я знал, что сейчас нужно все обдумать, принять это, поэтому я просто позвонил Катмаген, мы обвинялись там парой фраз, и все. Я дальше просто сидел, игнорил все сообщения, поздравления минут десять. Мы просто играли про пхант, и я думал, что будет дальше. То есть я не знал. Лежу, я сплю. Создается звонок. Он такой, ты вообще за новостями смотришь? Я такая, а, что, я сплю. Что случилось? Он такой, проверяй почту. Я такая, а-а-а. Меня трусит, я иду на кухню, у меня просто руки трусят. Я такая, мы это сделали, мы это сделали. Вот эти, это мы сделали. Просто куча эмоций, эмоции на эмоции, куча мыслей в голове, и ты не понимаешь, что происходит. Ты до конца еще не можешь поверить, типа, в то, что происходит. И, типа, просто такой, какой-то легкий шок с примесью паники. Если говорить про вчера, я там вчера, типа, не верил во все это, и я до сих пор не могу поверить. Я не могу, ну, осознать, что это произошло. Я не знаю даже, как объяснить. Но это прям очень жестко. Я прям, честно, не ожидал, что так будет. То есть я очень сильно хотел, но я не мог поверить, как бы, что это может произойти. То есть для меня как будто я живу во вселенной, где я все время этого хочу, но все время этого не получаю. Я уже к этому привык, и тут, короче, раз, и так получилось, что... Ну, это же коллаба с Blazer, и она мне тут тупо написала, типа, в инстаграме, говорит, типа, мы победили. Я такой, в смысле, реально, когда ты что, не получил письмо? Я такой, нет, не получилось. Причем я как бы ждал письмо от Steam, а там написал вообще какой-то другой тип. Ну, то есть там не было, там, типа, Steam, и вот это как обычно письма приходит. И я такой, блин, а я даже не думал, что это Steam. Открываю, а там реально пишут, здравствуйте, это Валстон Корпорейшн, туда-сюда, вот конкурс, все дела, победили. Как ты пришел к созданию скинов? Ну, в Контерс, ну, ты же рассказывал, 2015 год, вот это мы все играем. Я всегда плохо играл в компьютерные игры, то есть я не игрок, я не ютубер. Мне всегда нравилось творить что-то, создавать, вот какие-то предпринимательские больше способности. И узнал о этом конкурсе и подумал, почему нет, почему не попробовать. И так как у меня была студия дизайна, есть много знакомых, крутых дизайнеров, которые пробуют себя в различных отраслях, но про Counter-Strike они почему-то не слышали, да, или боятся попробовать. А у меня плюс еще есть опыт в создании дизайнов, в 3D-графике и так дальше, поэтому скооперировались и вот сделали. Ну, полтора года назад я посмотрел видео, как его звали, Альерма вроде бы. Альерма? Ютубер. Интервью брал у Хексета, и это меня замотивировало. И я начал изучать то, как делаются скины, в фотошопе сначала делал, и постепенно переходил, повышал навыки свои. Вот спустя полтора года приняли первый скин. Слушай, ролик с интервью смотивировал человека сделать скин, который уже в КСе. Наверное, после вот этого ролика кто-то один станет этим чистым. Чистым. Слушай, ну, красота. А ты будешь продолжать рисовать скины? Все, я это, пожизненно теперь в скинах. Я уже, сколько мы уже сделали? Мы уже, вот этот вот конкурс закончился, мы уже сделали два, сегодня я делал три. Вот я прямо сейчас вот мы с вами разговариваем, и я рисую скин прямо сейчас, вот могу показать. Да-да-да, давай. А как он, белый? Белый? Не-не-не, это я только начинаю делать набросок, то есть вот только задумка пока. То есть это просто на коррекции рисунок, вот получается я сижу на айпаде, фигарев, ну, рисую, в смысле нельзя слово фигарев говорить. Ну, вообще вот у меня в воркшопе уже 80 там, по-моему, или даже 90, 90 с лишним скинов. Ну, я цепты только в расти до этого получал, и вот в КСе сейчас первый раз получается. Я делал татуировки 10 лет до этого, и вот узнал про скины, хотел сильно их поделать, как-то один раз сделал, что-то у меня не получилось, я забил, и в итоге через два года только вернулся, и вот опять нальцово. Я нахожу идею, подготавливаю там 3D-модельки, отправляю контур, и он начинает рисовать, потом отправляет обратно эскиз мне, и я в 3D его, получается, верстку делаю, дизайна. Сколько времени заняло создание этого скина? Ой, этот скин я где-то сделал за, наверное, неделю, где-то неделя пошла у меня. А сколько сильно ты верил в эту победу? Слушай, у меня вообще была, знаешь, цель такая, блин, пофигу, нарисую один скин, просто для галочки хотя бы, чтобы было, чтобы как бы успокоился, что я принял в этом участии, и буду рисовать мульт. Но меня что-то и так затянуло, просто жесть, я фигачил по 12 часов, то есть я вставал, садился, рисовал, и так 3 месяца. Кошмар, 3 месяца. Ну, мне не привыкать, я когда мульт рисовал под эйфорией, что тоже вот когда в 15-м году мульт залетел, я такой, о, просмотры, классно, типа, все, хочу делать, то есть как бы, вот это вот как бы есть какая-то мотивация, естественно, ты просто вообще фигачишь целыми менями. Сколько времени заняло создание этого скина победного? Ну, тут вообще история с этим скином, прикол в том, что это коллекция Этернити, и... Изначально это вообще никак не относилось к конкурсу, ну, то есть вот эти скины с вот этими сайфай-штуками и так далее. И просто когда объявили конкурс, в какой-то момент я подумал, что эмку тоже надо сделать для конкурса. Я просто тупо взял вот уже готовые, которые у нас дизайны были, и думаю, так, надо что-то налепить туда страшное. А я как бы татуировки делал раньше, вот у нас там, раньше была тема, там, рисовать всяких... Ну, это больше японская такая тематика, там вот отрубленные всякие бошки, ну, всякое, что-то страшное. Вот эти всякие лица, короче, женские, там, с красными вот этими глазами. Я просто эту девчонку нарисовал и просто прям в Substance Painter'е вручную написал вот эти все надписи, типа красные, и все. Ну, то есть я даже, если честно, я даже не хотел с этим скином победить. У меня были ставки совершенно на другие скины. Я его делал, этот 5-7, ну, может, полчаса. Ай-яй-яй, какая красота. Но этого бы не было, если бы ты не сделал столько попыток. Эти 7 скинов, которые ты нарисовал, они все для этого конкурса были? Да, они все для конкурса, получается. Вот 7 скинов мы с ним сделали, и все вот. Еще 5-7, у него изначально дизайн другой был. Да, да, то есть он очень сильно дизайн правил сам. Ты в курсе, что как работает система сейчас? Люди рисуют скины, и они получают процент с открытия. Все один, тот же процент. Вы будете такой получать процент? Я, честно, я не могу сказать. Не в плане, потому что мне запрещено, я не знаю. Вот мне это еще не объяснили. Поэтому, как будет информация, я могу понять, смогу я рассказывать. Вы те люди, у которых были уже отцепты, расскажите, как выглядит платеж. Они скидывают деньги на банковский счет? При заполнении банковской информации Valve, ты оставляешь свои реквизиты. Valve их проверяют некоторое время, и при первом поступлении тебе приходят деньги за предыдущий месяц. То есть, допустим, если у тебя взяли в сентябре, то целый сентябрь у тебя копится твоя сумма, которая приходит в конце октября. И так вот, грубо говоря, за октябрь тебе приходит в ноябре. Можно не работать? Честно сказать, я бросил работу, я ушел с работы перед конкурсом. А я на работе взяла отпуск для того, чтобы поучаствовать в конкурсе. Это all in, ребята, вы дикие. Просто, понимаешь, это была максимальная уверенность. И я сразу набираю Акатмагин и говорю, там конкурс, я ухожу с работы. Ну, сто процентов, я ухожу с работы, я уверен в наших силах. Мы это сделаем. Сколько ты вкинул в этот конкурс своих работ? В этот конкурс я вкинул 30 работ. А-а-а! Что? 30 работ! Да. Ай-яй-яй-яй. Поэтому я ждал. Ждал, ждал, думал. Будет что-нибудь. Это очень хотелось, конечно. Как потратишь 100 тысяч долларов? Ты один из немногих, кто получает эти деньги в одни руки. Или это не так? Ну да, там многие коллаборацию делали, которые срисовали вместе. Кто-то материал, кто-то, наверное, там еще как-то. Я получаю, да, один. Грохую точно в оборудовании, наверное, то есть для мультов как-то может быть. Пусть планшет обновлен. Ну, то есть я покупал год назад планшет, он мне особо не понравился, я его сдал. Бутиль. На здоровье, в грохую, как бы. Человек, который, я не знаю, сидячий образ жизни, куча болячих всяких имеется, конечно. Хочется все это пролечить. Наконец, как появились деньги, куда это можно потратить. Самый простой ответ. Вообще ты без понятия. Тут не надо понять, как осознать, что ты выиграл тут из 16 тысяч скинов, то есть точнее, из 16 тысяч скинов твой выбор, а там, не знаю, до денег еще мозг не дошел. Как потрачу? Во-первых, инвестиции, буду инвестировать, продолжать инвестировать. И дальше у меня сейчас проектик есть, мы с партнером Александром собираемся игру разрабатывать, все на блокчейне делать, туда же NFT привязать. В общем, будет круто, и я думаю, твои подписчики, если ты там оставишь ссылку, именно не на проект, а на мой стим или инсту, в будущем смогут удивиться за то, что мы сделаем. Ну, самое основное, это семья. Можно оставить сюда. Я включу трек Торетто. Спасибо большое. Семья. На самом деле, да, как бы это ни было смешно, но семья, потому что, ну, давайте так. Нет, я не буду говорить ничего, просто семья. Это самое основное, это самое ценное, что есть. И нельзя просто взять и с первого отцепта купить себе яхту, купить себе все, что ты хочешь. Нет, нужно быть взрослым. Нужно обращаться с деньгами по-взрослому, я считаю. Собственно, я поддержу идею. Бэда? Бэда. Безусловно, семья первостепенная. После этого, ну, как бы идут базовые пункты по типу здоровья, саморазвития, ну, и банально техника для того, чтобы на ней работать, развиваться и делать еще больше великолепных скинов. Первое, что я хотел, это апнуть компьютер, чтобы работать дальше в этом направлении. Больше в 3D, в 4К, чтобы работать без лагов, без сил. Ну, и остальное на семейное все уйдет. Да. В общем, такая история, что это же такой, типа, немножечко неполноценный рецепт получается. Вот. И получается, что классно, когда есть ключ, когда ты на роялти, а когда роялти нет, то как бы тут расслабляться не получится, потому что я же не знаю, куда я могу попасть. Ну, то есть я буду вкладывать все силы, чтобы попасть в следующий кейс, где я нормальный роялти, а пока этого нет, я, получается, решил распределить деньги так, чтобы, ну, просто я мог жить, есть там и не работать. То есть вот только так. Ага, то есть ты рассчитываешь на нормальный кейс без конкурса? Получать отчисления за каждое открытие? Ну, да. В чем главная проблема создания скинов? В том, что Valve очень тяжело все... Ну, вот когда именно начинаешь, там реально там тяжело разобраться. Очень тяжело разобраться, куда что отправлять, как сделать так, чтобы понравилось, как сделать там банальные какие-то вещи, с этим всем 3D, как отправлять, с воркшопом, это все очень тяжело. Это нужно упрощать. С другой стороны, это круто, потому что многие начинающие, которые вообще ничего не умеют делать, их не пропустят просто потому, что они не разберутся. Как ты думаешь, количество лайков на страничке воркшопа влияло на их решение? Вообще нет, потому что у меня было 400, по-моему, людей просмотрело вот этот выигранный скин. И лайков там что-то, ну, фигня вообще. Я если сейчас попрошу тебя взять логотип Собишока, нарисовать его как-то мемно, ставить это в программу и поставить прям в скин оружие. Очень интересная ситуация, есть такой человек по имени NextGens, он, получается, сделал калаш, который будет красным в этом кейсе. И момент такой, что это его уже десятый ацепт, и когда люди получают ацепты от Valve, они получают прототипный ключ. Он не умеет открывать кейс, но является как просто медалькой. Такие вот интересные события бывают, я не знал, что такое существует, интересно. Так, сейчас, получается, ты в какой программе? Ну, у нас Abstander Painter. Это твой калаш, который не опубликован? Да, это мой калаш, ну, в смысле, типа, ну, вау, есть. Вау, игра на русском, играешь на фиста красиво, вообще очень сильно. Типа, это отсылка на газировку из Half-Life 2, короче, там есть такая газировка с таким названием. Показываю, короче, самый банальный, элементарный способ. Я сейчас все скрою. Давай. Мы делаем новый слой, добавляем твое лого, вот сюда переносим, я не знаю, покажется там, просто это нет, выбираем это как текстура, заходим в настройки проекции, выбираем здесь всякое ненужное, все, вот у нас картинка, она проецируется, вот, мы ее можем крутить, вертеть, уменьшать, сейчас я вспомню кнопки, просто давно не заходя, вот, ну и все, типа, берешь и так наносишь, валя. Чел, и дизайна получил 100 тысяч долларов, ты же ничего не делал. О, а ты можешь меня вставить вместо террориста? Да, слушай, ну, это перерисовывать, ну, это будет, ну, типа, крипово. Ну, все, дружище, я эту работу отправляю в Альф, скажу им, что... Дорогие мои, мать, держите, отличная работа. Я честно думал, я честно думал, что будет красиво, бро. Я уже не знаю, гордиться за наших СНГ и людей, после таких работ. Слушай, я уверен, что будет еще конкурсов впереди, у тебя есть время это исправить, к следующему, там, кс-кс-гоу-10, когда там будет, сколько, 10 лет, контре или 20, я ж не помню, как это будет, 20, да, 20. Ну, дальше с таким и работ. Я предлагаю встретиться через год в этом же Дискорде пообщаться. Все окей? Да. Ну, все. Вообще. Отлично. Очень бы хотелось пообщаться с вами еще раз, со всеми. Но уже будучи серьезным ацептером. Слушай, я надеюсь... Хочется верить в себя. Я думаю, желание Вальф публиковать много кейсов не основится, и это будет не первая твоя работа в этой игре. Да, без проблем. Я надеюсь, что это будет... Я надеюсь, это будет уже с двумя ацептами, как минимум. Нормального кейса. Да, я надеюсь, у тебя будет ацепт с отчислениями. Я тебе желаю удачи. Спасибо большое, что потратил время. Согласен? Все. Спасибо. Я еще раз тебя поздравляю, это очень круто, жду этот скин. Кейси-Кейси. Представляешь, какое-то событие? С 17 тысяч работ. Ну, если что-то изменится, окей. Вы не против? Нет, конечно, нет. Супер. Тогда не удаляем этот диалог, и через год будет звонок. 22 ноября 2022 года. Вот, смотрите, 22 года, 22 ноября. О-о-о. Как раз это, если будет второй ацепт, будет вообще замечательно. Ну, все, получается, через год, увидимся. Смотри, я думаю, ты не будешь против, но вчера ты мне написал вечером. Да. Я хочу, я думаю, Катмаген не будет против, а когда релизнут кейс, то мы подарим тебе подписанный нами, Факторю Нью, Статтрак, чтобы ты с ним бегал. Я только за. Да. Мне очень приятно, я не смогу сейчас сегодня какие-то эмоции, потому что я уже про это знал вчера, мне об этом сказал Бет. То есть ты, конечно, можешь его продать, затреть и так далее, но это память. Это очень приятно, правда. Я его сохраню на всю жизнь, обещаю. Слушайте, ну, с вами был прям приятный диалог, сажались, что не было камер. Ну, думаю, что, блин, Бет, у тебя голос, как будто я с диктором общаюсь, в чем дело? Ну, у меня есть опыт озвучки, да, я озвучивал разные фильмы, на радио работал, то есть есть такое. Так что, если вдруг кому-то нужна озвучка. Если кого-то, какие еще есть, если судьи у тебя? Ну, это все что угодно. На этом я заканчиваю, и вот до этих слов дошло минимальное количество людей, вы заинтересованы в этой теме. Я это вижу 100%, поэтому, дружище, тебя ничего не держит прямо сейчас вместо тиктока ночью заняться изучением этих программ, о которых мы говорили, и нарисовать хоть что-то в CSGO. Если у тебя плохо получается рисовать, нужно найти человека, который умеет рисовать. Будь в этом плане предпринимателем, если ты художник, забирай 100 тысяч долларов в себе. В общем, все очень просто. Рисуйте, пробуйте. Это шикарный повод. Вы все видели, они все новички. Кому-то 33 года, и их первая работа была принята только сегодня. А ты молодой, у тебя еще попыток будет на лет 10. Пробуй сейчас, не тяни с этим. С вами был я, Эрик Шоков. Учитесь, развивайтесь, зарабатывайте, и, понятное дело, улучшайте свою жизнь и тренируйтесь. Тренируйтесь на CSGO в серверах от CyberShock. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok